Все по плану. Первый крупный объект – реконструированный аэропорт Курумыч – уже готов принять болельщиков во время чемпионата мира по футболу. В остальном подготовка тоже идет четко по графику. Это касается и спортивных объектов, и инфраструктуры. Стартовал масштабный ремонт Московского шоссе. В ближайшее время завершится строительство водопровода для стадиона «Самара-Арена». О ходе работ перед парламентариями Губернской думы отчитался министр строительства Самарской области. В ноябре мы планируем ввести коллектор бытовой канализации протяженностью 1,1 километра. Второй объект мы введем в декабре – это водопровод. Строители самого стадиона укладываются в сроки. К 2018 году «Самара» должна полностью преобразиться. Это и строительство дорог, и инфраструктура благоустройства города, новые спорт-объекты. И даже в непростых экономических условиях отказываться от запланированной программы не собираются. Сейчас в первую очередь будут вкладываться средства в те объекты, которые непосредственно необходимы для успешного проведения чемпионата мира по футболу. А в последующем, параллельно, с учетом возможных позитивных изменений в бюджете Самарской области, будут предусматриваться и другие направления. Депутаты Губенской думы обсудили ряд других важных вопросов. Одобрили повышение штрафов для нарушителей тишины в ночное и вечернее время. Поддержку получила и инициатива освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов пенсионеров, которым исполнилось 70 лет. Подобный проект закона есть и на федеральном уровне. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События.